Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. И что, Рокутагин, ты думаешь, это заменит Варфейс? Дорогой друг, ничто не заменит Варфейс, ибо ничто не может предоставить тебе столько великолепных страданий. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, капитан Очевидность. И вот пришло время обсудить очень долгожданный проект. Проект, который, наверное, я не совру, если скажу, что многие действительно ждут. Многие возлагают на него огромные надежды, и, кстати, скажу, не беспочвенно. И называется этот проект Пионер. Гибрид шутера, MMORPG и выживание в стиле Сталкера или Метро. Любители зоны отчуждения уже потирают свои ладони. И говорят, что это будет бомба, которая затмит вообще всё. Опять же скажу, что вообще-то некоторые предпосылки к этому, представьте себе, есть. А правда говорят, что у тебя есть внебрачный сын? Капитан Очевидность, этот человек не мой сын. Он просто действительно очень удачный и талантливый косплейщик. Прямо вот базару ноль. Парень постарался и попал в образ. Уважение. Да шучу я, Рокутагин. Но ты скажи честно, как на духу. У Пионера вообще хоть какие-то шансы есть? Понимаешь, Капитан Очевидность, давай вначале посмотрим вообще, что есть аналогичное у нас на сегодняшний день. Пионер, друзья, будет чем-то вроде Сталкер Онлайн, который сейчас называется Stay Out, Will to Life и подобных игр. То есть Зона Отчуждения, Хабарчик Аномалии, все вот эти дела. И конечно же Экшон, не без этого. Но у Пионера есть прямо, скажем, существенные преимущества по сравнению с этими проектами. И кстати, поговаривают, он возможно унаследует что-то от Escape from Tark. Возможно, будут какие-то интересные рейды. И если их хорошо реализуют, то как бы, да, имеются неплохие перспективы. Слухи и заявления, это зашибись. Ну а скажи, Рокутагин, а у сапожника, у самого-то хоть сапоги есть? Вот, Капитан Очевидность, ты начинаешь понимать. Самая большая проблема подобных проектов, например, того же Will to Life или Stay Out, заключается в том, что, ну, это почти инди-игры. Их делают небольшие студии какие-то, чуть ли не энтузиасты. Есть, конечно, еще проекты, которые вообще делают мододелы. Типа каких-то модов для онлайн-игры на платформе DayZ или на платформе Сталкера. Их там анонсируют как отдельные проекты, работают там команды энтузиастов. Это, конечно, все замечательно. Но профессиональный подход, сами понимаете, это совершенно другое. Это когда работают серьезные студии с серьезным опытом. И, конечно же, с серьезными бабками. И вот тут, друзья, как раз тот самый случай. Здесь работает профессиональная студия с профессиональным штатом. Многие из которых имеют богатый опыт разработки хороших, качественных игр. Но помимо этого, одним из спонсоров данной игры выступает китайский медиагигант Tencent. Данная компания в определенный момент заметила, скажем так, достаточно интересный, амбициозный проект Pioneer. И сказала, ммм, это круто. Посмотрели, пообщались, да решили, как бы, чемоданы занести. Почему бы и нет? Выкупив, конечно, какую-то определенную долю студии. Детали, сделки, суммы не раскрываются. Но, судя по тому, как вы видите, выглядит проект, там все в порядке. А ПВП будет? ПВП будет, капитан очевидность. Там будет и ПВП, и ПВЕ. Я полагаю, сюжетные DLC. Там вот все вместе, понимаете? Хорошо, годно. Мне кажется, это будет, знаете, что-то вот типа World of Warcraft, только в мире зоны отчуждения. Кстати, зона здесь не та, к которой мы привыкли, но, в общем-то, схожесть прямо налицо, внешне, как минимум. Вообще, все, что мы видим на картинке, напоминает какой-то гибрид Сталкера и метро. Но! Само действие происходит на неком острове, в альтернативной вселенной, и это происходит в Советском Союзе. На острове случилась катастрофа в результате каких-то исследований, там образовались аномальные зоны, и вот там все и будет происходить, и это реально сочно, судя по всему. Различные рейды, отстрел противников в ПВЕ, там, соревнования в ПВП, возможно, плеер-киллерство, там, понимаете, какие-то ПВП-зоны, это все еще под вопросом разрабатывается. Но, как мы видим, проект в очень хорошем состоянии. И если вы спросите меня, ждет ли его успех, я вам скажу так. Так, на самом деле, одной из самых главных причин, почему его может или не может ждать успех, будет сам геймплей. На данных кадрах вы можете видеть активные перестрелки, то есть такой экшончик а-ля Сталкер, тот же метро, то есть, понимаете, шутан такой, качественный, годный, нагибной. Прямо выглядит все великолепно. Но! Здесь может быть один подводный камень, который ваши впечатления на самом деле серьезно испортит. Такое не исключено, вы можете разочароваться. И я объясню тут, в чем дело. Дело в том, что примерно так же о себе, например, заявляет тот же Will to Life. То есть, вы можете увидеть какие-то красивые кадры у кого-то, еще что-то там, в каких-то роликах, да. Но, по факту, когда ты заходишь в игру под названием Will to Life, ты очень скоро понимаешь, что тут неплохая музыка, хороший саундтрек, да, что-то такое в духе зоны отчуждения, какие-то персонажи разговаривают. Но сам геймплей, извините, скажу как есть. По сравнению со Сталкером, там, Метро и так далее, он крайне уныл. Это обычная гринделка, где первыми твоими противниками будут какие-то хэткрабы а-ля Искайрима, а также крысы. И крысу ты так просто не убьешь, тебе придется еще не раз в нее выстрелить. То есть, понимаете, такая типичная ММО-РПГ-гринделка. И ты очень скоро понимаешь, что от шутера здесь практически ничего нет. Это просто игра от первого лица, и ты ходишь и гриндишь, 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 гриндишь. Говорят, что когда долго играешь, там все меняется. Ну, ребята, понимаете, проект он как устроен? Вот максимум один день поиграл, а скорее всего несколько часов. Если тебя не зацепило, ты играть не будешь. Ну, вот так оно устроено. Вот эти все разговоры в самых разных проектах, ты не понял, ты должен там поиграть неделю. Да никто не будет играть неделю, и таких единиц будет. Поэтому и онлайн в таких проектах, ну, прямо скажем, не самый высокий. То есть нужна динамика, понимаете, нужен экшон, нужно, если не классический шутер, то нам нужен, понимаете, не какой-нибудь классический ММО-проект, а нам нужно что-то типа какого-нибудь Hellgate London, это та же Диабло от первого лица. Вот такое зайдет, вот такое пойдет, вот такое игроки, даже которые не фанаты ММО-РПГ, они примут, потому что это больше похоже на классический шутер. Это бьешь, стреляешь, хедшотики какие-нибудь там, в общем, все сочно, быстро, интересно, классно, активно. И на данный момент, друзья, меня радует то, что на роликах, да, на тизерах, трейлерах всяких, это выглядит именно так. Это выглядит, что тут достаточно низкий ТТК, что противников некоторых можно там вообще хедшотом валить. То есть это выглядит круто, это выглядит как в первую очередь экшн, как шутер, а потом уже там ролевая составляющая и так далее. И если мы на выходе увидим именно это, то я думаю, этот проект вне всяких сомнений будет ждать оглушительный успех. Именно оглушительный. Во всяком случае, в рамках именно любителей побегать по зонам отчуждения, поискать аномалии, пострелять там каких-то противников, это будет реально круто. Разработчики красавчики, потому что выбрали именно, именно вот этот, скажем, жанр. Потому что классических шутанов их просто тонна. Всяких королевских битв тонна. Игр а-ля гринделка, типа тоже вот такое, все там типа шутер, не шутер, но их тоже очень и очень-очень много. А вот действительно, классных, высокобюджетных проектов в стиле сталкера онлайн, их просто, ну, не существует. Я о таком никогда не слышал. Эти проекты либо малобюджетные, либо совершенно не то, что от них ожидали. Понимаете, это совершенно не то. И если кто-то сможет действительно создать полноценную зону отчуждения, классную, интересную, не только просто гринделка и онлайн какие-нибудь забавы, но при этом и какой-то сюжет, и сюжетные дополнения, интересные квесты, то есть действительно соединить качественное ПВЕ, сюжетную кампанию, какие-то там истории и так далее, с качественным же онлайном, то есть качественные рейды ПВЕ, там, может быть, какие-то замесы ПВП, кланы и т.д. и т.п., то вот это будет, ну, просто бомба, друзья. А игрокам Варфейса зайдет или нет все-таки? Нет, капитан, очевидность. Мне кажется, игрокам Варфейса, ну, нет, ну, на самом деле, вот знаете, говорят, что там, игрокам Варфейс, ну, нет, это, ну, это не то. Вы знаете, я заметил, что игроки Варфейс очень любят, на самом деле, вообще, наши люди с постсоветского пространства, они очень любят вот эту зону отчуждения, понимаете? Вот это разруха, как-то привычно все вот это вот. И ты такой, знаешь, кайфуешь, сука, ну, как дома все прекрасно, понимаешь? Душевно. Все такое ржавое такое, знаешь, блин, прикольно. Радиация там, ааа, сука, как в краю родном. Смех смехом, но, блядь, как бы не накаркать, да. Прекрасно, замечательно, нам нравится, мы так всю жизнь живем. В общем, это, это прекрасно, это, это, это то, что нашему человеку заходит. Советского пространства нам нравится зона отчуждения, вот. Многим нравится не только потому, что там это, ну, как бы такое, какое-то интересное, ностальгическое восприятие у многих, а потому что там многие из Тругацких читали, потому что книги читали по Сталкеру, понимаете? И нам такое нравится, нам это близко, наши люди любят вот это вот, знаете, вот не фантастику, не космос, а вот такой вот вроде суровый реализм выживания, но при этом научная фантастика, какие-то аномалии там, монстры, есть в этом что-то вот то, что наших людей цепляет. Я это понял, когда еще стал на этом канале снимать Сталкер. У меня ни одни прохождения никогда так не заходили, и сейчас так не заходят, как Сталкер. Людям нравится Сталкер, они любят Сталкер, им нравится эта вселенная, они обожают ее. Им нравится Метро, им очень даже может зайти что-то схожее, похожее. С другой стороны, мы понимаем, что игроки Warface сейчас, которые играют, в основном это, конечно же, ну, любители РМа. Я не думаю, что Пионер предложит какой-то прям качественный ПВП там, киберспортивный, именно вот в том плане, чтобы вам понравилось вот так вот именно соревновательно на 100%. Я думаю, это немножко другая история. Да, тут тоже будет ПВП, может даже какие-то соревнования будут участвовать и устраивать и так далее, но здесь это не основа, это зона отчуждения, это бесконечное приключение, это поиск хабара, это какие-то войны группировок, вот такое что-то, понимаете? Это другое, это другая атмосфера, это совсем не то же самое, что тактические командные шутеры с установкой бомбы и так далее. Но, при этом, как я сказал, многим игрокам Warface, скажем, тот же Сталкер заходит. Поэтому я не исключаю, что на самом деле многие, если и не уйдут из Warface Пионер, то как минимум параллельно будут в него играть. Это не исключено, и я думаю, даже почти наверняка, если он выйдет, но если и если, тут будет целых два, если и если, когда он выйдет, и если он реально будет классным, как я сказал. Прежде всего шутан, прежде всего экшен, а потом уже РПГ составляющая. Если он будет классным, динамичным, то, мне всяких сомнений, многие будут параллельно с Warface играть и в Пионер. Я даже не сомневаюсь, таких хватит. Признайся, сам-то сильно ждешь? Есть такое, Капитан, очевидность? Очень и очень жду. Как я думаю, многие из вас ждут. Однако, друзья, я хочу вас сразу предостеречь от завышенных ожиданий. Не надо себе строить кумира, мол, вот это Пионер, он так выйдет от... С Калибром было то же самое, вот. И с другими проектами до этого. Понимаете, мы не знаем, что это будет на самом деле. Выглядит круто, выглядит классно, выглядит, как говорится, базару ноль. Придраться не к чему, просто обалденно. Извините меня, там и профессиональная озвучка, профессиональные студии, там, я не знаю, огромное количество актеров, огромное количество диалогов, все просто супер. Знаете, мне будет это, кажется, что-то типа, ты играешь в какое-то метро или сталкер, и как бы, да и при этом еще она онлайн, и вот так вот она там, и сюжетная составляющая. В общем, круто будет. Будет, думаю, круто, но, опять же, я думаю, но я прям не так вот, что обязательно, вот, я не настолько жду, чтобы вот прям потом обосраться, как бы, в грусть спать. Эх, сука, вообще не то пальто. Как бы это вот, возьму, выпью. Кэп, это с чем? Ягоды Гойда. Да? Я думал, херня какая-то. Ягоды. В общем, возлагаю некоторые надежды на проект, но, боюсь, прямо очень-очень надеяться, и возлагать слишком большие надежды. И вас призываю к этому же. Не надо себе сотворить какую-то игру кумира. Не надо, не надо. Раньше времени не стоит. Выйдет, попробуем, и тогда уже поймем, что же перед нами такое на самом деле. Но пока скажу, вот прям как есть, это потенциальная игра номер один среди подобных. Потому что подобных почти-то нормальных и нет. Это какие-то маленькие студии делают, либо вообще энтузиасты. Пока что Пионер – это, наверное, самый амбициозный и самый перспективный сетевой проект в зоне отчуждения.